Продолжаем наше исследование книги Ва и Кра или Левит. И следующая недельная глава, это шестая глава этой книги, называется Ахарей Мот, после смерти. Помните, предыдущая глава говорила о чем? О смерти кого? Двух садовей Аарона, Надава и Абьиу. И здесь у нас с девятнадцатой главы книги, начало по двадцатую главу, двадцать седьмой стих, га вторая книга Амоса, девятая глава, седьмого по пятнадцатый стих, а у Сефарду и Хескель, двадцатая глава, второго по двадцатый стих. И говорил Бог Моисею после смерти двух садовей Аарона. Что они сделали? То есть в процессе смерти, это произошло в процессе приближения, да, лифней Адонэй, в процессе приближения к Богу, или когда они предстали перед Богом, мы переводим. И что они? Я-му-ту. И они что? У-мер-ли. Они умерли. Почему они умерли? Понимаете? Потому что к Богу ничто нечистое не может приблизиться, да? И в них нашлась какая-то нечистота. И это говорится, что чуждый огонь. Значит, и сказал Бог, обращаясь к Моше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы не во всякое время ходил он во святилище за завесу и не приближался к крышке, покрывающей ковчег, дабы он не умер, ибо в облаке явлюсь я над крышкой. Видите, какая великая святость? Даже Аарон, да, первосвященник, может сказать, что самый святой человек в Израиле, он не имел права приблизиться к крышке ковчега. Только один раз в год. И дальше говорится о законах Йом-Кипура, о запрете на забой животных вне территории храма. Мы помним, что этот запрет был временный. Потом позднее разрешило забивать животных, да? Но для того, чтобы, если нужно, очень покушать. А почему запрещалось в Невскении забивать животных во время передвижения по пустыне? Я говорю, что запрет на забой животных вне территории храма или скини, 17 глава, с 1 по 9 стих. Но в дальнейшем там сказано, да, что можно поступать с животными, как с забитыми на охоте. Значит, да, это, ну, нельзя есть кровь, да, а животные есть можно. А здесь запрощалось забой вне храма. Почему? Потому что евреи были в пустыне, да? И у них было много животных? Да. Нет. У него было небольшое количество скота, и весь скот, который там находился, он был предназначен для храмового служения. Зато у них каждый день что было? Мам. Да, совершенно верно. Хорошо. Опять запрет на употребление в пищу крови. Видите, это очень строгий запрет, который повторяется несколько раз и действительно говорит о том, что вете. Запрет об употреблении в пище мяса животного не убитого по правилам Шхиты, 17 глава, 15, 17 стих. Дальше об удалении от мерзости идолопоклонства и, опять говорится, о чистоте еврейской семьи. А также предупреждение, строгое предупреждение об удалении всех безобразий, практикуемых местным населением Эритс Кнаан. Глава Ахарей Мод и последующая глава Кдашим, святости или святые вещи, обычно читаются вместе. Почему? Потому что эти две главы имеют какую общую тему? Святость. Святость. И основная мысль главы – законом других народов не следуйте. Когда говорится «законы», в данном случае здесь говорится не о юридических законах. «Миш паатим» – это юридические законы, да? Мы должны следовать юридическим законам тех народов, среди которых мы живем. Да, если они не противоречат Божьим законам, правда? Но здесь употребляет слово «хок». Хок, помните, «хука». То есть постановление. Постановление конкретно Божье. Поэтому, несмотря на нашу обычную рассудительность, «хок» – это законы какие? Так Бог сказал, да? И они не подтверждаются чем-либо. Вот мы думаем, ну, кошерно, полезно, да, потому что там и кушаешь свинины, и не заряжаешься там различными веществами, этими листами, которые содержатся в свинине, там то полезно, то вредно. Там не будет склероза, там не будет чего-то другого, обрезание полезно, да? Но в данном случае говорится о каких законах? О постановлениях. Так Бог сказал, да? И эти постановления, они что, подлежат какому-нибудь рассуждению, обсуждению? Не подлежат. Не подлежат. Видите, наши мудрецы часто говорят, что если принцип такой «все дозволено» и не осуждается обществом, и был устрахован нормой, мы не должны следовать за большинством. Есть такое – «не ходи за большинством». Это, кстати, против чего направлен заповедь «не ходи за большинством»? Против демократии. Есть одна заповедь против демократии. Что такое демократия? Это не управление народа. Ну, в общем-то, да, кто голосовал, а большинство? Да? Так и получилось. Да. Демократия переводится как «правление народа». Ну, вообще-то, в настоящее время возможно демократическое государство? Невозможно, правда? Потому что практически то, что создается мнение, общественное мнение, создается чем? Средствами массовой информации, правда? Вам всем сказали, что это хорошо, или что это хороший представитель, и вы это можете делать, голосовать. Поэтому по этой причине Платон, который рассуждал о различных способах правительства, да, он говорил, что демократия вообще невозможна в государстве, где больше 10 тысяч жителей. Почему? Потому что это максимальное количество, которое может поместиться на одном стадионе. Чтобы все увидели своего депутата. Но в данном случае речь, опять-таки, не идет о демократии. В смысле юридическом, да, вы можете рассуждать о демократии и голосовать так, как вы лично хотите. Но здесь говорится о принципах какого царства? Божьего, да? Божьего. Поэтому там, где законы и мнение большинства противоположны Божьим законам, нужно чего придерживаться? Божьего закона. Даже если вы будете осуждены этим большинством, правда? Поэтому, говорится, не поступайте так, как эти народы, если что-то дозволено. Ну, например, детей в жертву приношили Молоху или Молыхов, да? И даже это находят в археологических раскопках, да, кувшинчики, вот такие кувшинчики, в которых находят обгорелые косточки младенцев, новорожденных младенцев, обгорелые косточки. Ну, как? Младенцев жарили и засовывали в этот кувшинчик. И закапывали там где-нибудь под порогом дома, если новый дом строили. И так далее. Так поступали свои народы. Приносили в жертву Молоху. И даже некоторые израильские цари впоследствии, помните, осуществляли такие вещи? То есть, можем сказать по-теперешнему, мы в этом ужасаемся. А то, что аборты делают женщины, мы не ужасаемся. Разве это не то же самое? Разве это не то же самое? Мы говорили, что младенец, да, он находится в Божьем присутствии и имеет Божье понимание с момента зачатия. И приходя в этот мир, вот он становится таким, что он ничего не знает. Нет, ничего не знает. Мы не можем сказать, в какой степени плод вот это здесь человек, а это не человек. Никто не может гарантированно сказать, правда? Но доказано, что младенец чувствует все в утробе. Это то же самое. То, что узаконено. Если узаконен разврат, если узаконено мужеложество, должны мы этих законов поддерживаться. Ни в коем случае. То есть, опять-таки, юридические законы мы должны выполнять там, где это не противоречит Божьим законам. Но когда речь идет о моральных и других законах, то мы должны не следовать за большинством. Поэтому, по обычаям страны египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по обычаям Кнаан, которые я веду вас, не поступайте. И установлением хок-хукам их не следуйте. Ваикра, 18 глава, 3 стих. Хорошо. Мы должны четко знать. И есть различные комментарии. Традиция объясняет, что были специфические языческие обычаи, вступающие в противоречие с еврейским законом. Мужчина заключал брачный союз с мужчиной, а женщина с женщиной. Мужчина брал у жены мать с дочерью, а женщина выходила замуж сразу за двоих. Так говорит комментарий Сифра. Сифра. И в книге Левит, 18, дробь 5, сказано. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. И когда говорится, человек будет жить, жив, там написаны слова. Вэ хай ба хэм. Буквально, жить будет ими. Помните, бэ, это может быть предлог творительного падежа. Жить будет ими или жить будет в них. В этих законах. То есть, мы не вот этот закон. Это мы, да, и мы соблюдаем закон. Да? Мы что-то делаем с законом. Тогда получается, по логике человеческой, что мы хозяева закона. Ну, если я что-то делаю с этим мелом, я хозяин этого мела. Но здесь не говорится, что мы должны соблюдать закон. Мы должны что делать? Жить в этом законе. Значит, закон подобен какому-то жилищу, в которое мы входим. И живем в нем. Если мы живем в этом жилище, мы находимся в безопасности. Если мы выходим из закона, из жилища закона, да, мы уже говорили, что дух закона, буква закона, это говорится не то, что буква закона умерзляет, значит, плохой закон. Здесь говорится о формальном соблюдении закона. Мы должны жить внутри этого закона. И тогда что мы? Будем живы. В. Хай бахем. Буквально, ими будем жить. Вот видите, как важны еврейские предлоги. Ба, да, например. Бахем. Бахем. Что? Кто вы будете? В. Них, да? В. В. Хай бахем. Будете в них жить. Или будете жить ими. И говорят, что эти слова послужили основой для галогического принципа пикохнефеш, гласящего, что все законы Торы призваны давать жизнь. Поэтому в тех случаях, когда буквально следование закона может поставить жизнь или здоровье человека под угрозу, тогда что делать с законом? Он можно им не соблюдать, да? Голодный год, люди ели кошек. Можно есть кошек? Можно. Можно. Если голодный год. Да, если вопрос жизни и смерти стоит. Вот только запомните, что кошку нужно варить 4 часа. Голубь, хотя кошерная птица его тора устный не разрешает есть, да? Голубей можно варить 2 часа. Дикого голубя. Устный тора говорит, что нельзя. Дикого голубя 2 часа надо варить. Почему? Через голубей часто вот это птичий гриб и так далее болезни переходят, да? И мы часто видим больных голубей, особенно с зимой. Вот все эти есть болезни, которые птица, коз и так далее, передаются через птиц. И, в частности, через голубей. А кошка, хищное животное, да? Вот творить 4 часа надо. Показала практика. Да. А вот человечиной питаться не надо. Потому что, когда начинаешь питаться человечиной, это ты что? Убиваешь образ и подобие что? Божие. Да? А это, в случае, закон более строгий. Вот. А если не ты убил, то все равно не надо. Лучше умереть в таком случае. Хорошо. Да. И, значит, к смерти каждого ожидают в конце пути. И, стоящий на краю гибели, Иов говорит, «Нах, я вышел из чрева матери моей, нах, возвращусь». Господь дал, Господь взял, да имя, будет имя Господне благословенно. Вот эти слова, благословляющие Всевышнего, который по своей воле дает и по своей воле отбирает жизнь, заключены в молитву, которую считает, когда кто-то умирает. И называется эта молитва «Цидук-хадин» – оправдание Божьего приговора, то есть признание справедливости Божьей. То есть, если что-то с нами случается, да, вот, и есть три закона, которых мы ни в коем случае не должны нарушить, потому что Бог, Он по своей жизни дает, по своему желанию дает нам жизнь, да, и по своему желанию жизнь отнимает. И Господь взял, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Благословенно это входит в молитву «Цидук-хадин» – оправдание Божьего приговора. И еще есть тема этой главы – техника безопасности, да, техника безопасности, она находится внутри Торы, внутри Торы. В Парижском Луре хранится цилиндрический монумент из диорита, найденный в 1902 году в Сузах французскими учеными. Но родина этого монумента не Персия, а Вавилония. И в Сузы он попал в результате трофея. Этот цилиндр испрощен клинописными значками, которые содержат в себе законы Хамурапи. И вот законы Хамурапи кажутся чем-то похожи на законы Торы. Ну, например, Хамурапи запрещают своим подданным прелюбодеяние и сожидчество с матерью или с мачехой, а также связь с дочкой или с невестой. В Древнего Сирийском кодексе, найденном при раскопках на территории города Ашура в Месопотамии, можно найти запрет прелюбодеяния, за нарушение которого ассирийцы казнили обоих согрешивших. Упоминается также запрет мужеложества. Или, например, Древний кодекс хетов, найденный в местности Багасской, в Центральной Турции. Там, говорится, наоборот, либеральность такой закон. Хеты – один из канадейских народов, который был в Святой Земле. Были хеты, как великие хеты, да? И были хетеи, жившие в Святой Земле. За прелюбодеяние хетский кодекс предусматривает смертную казнь, но первый раз прощается. А после казнь может быть отменена по распоряжению суда или правителя страны. Сожидчество с матерью или дочерью наказывается, если лишь имело место насилие. А мачеху даже после смерти отца можно было и насиловать. Вот такие были законы тех народов, среди которых жили евреи. Своеобразно было отношение хетов к различным таким вот извращениям. Связь с коровой и свиньей и собакой наказалась смертью. А вот в качестве партнера взять лошадь или мула не запрещалось. Поэтому, видите, некоторые говорят, что арамейский прорисатель Валаан находился в интимной связи со своей ослицей. Ну, это, так сказать, медраж. Да. И также кодексы эти и хамурапи, и хетов, он еще не запрещался брак между братьями и сестрами. То есть, хотя вавилане они, ассирийцы и хеты имеют нечто подобное с законом Торы, но мы видим, что законы Торы, они более строгие в моральном праве. Даже гомосексуализм запрещен в ассирийском кодексе. Кодексы хамурапи и хетов молчат по этому поводу. А в Библии говорится об этом строго и очень четко. То есть, есть определенные заповеди, которые абсолютно запрещены. И среди них гомосексуальные связи, и среди них находятся также связи между близкими родственниками и так далее. Сексуальный инстинкт – это один из самых сильных инстинктов. Вы знаете, что сексуальный инстинкт – он сильнее инстинкта самосохранения. Животные идут на сексуальные связи и не прекращают их даже тогда, когда есть угроза для их жизни. Так же и у человека. Любовь сильнее смерти. Ради любви можно умереть. И тут Бог устанавливает строгие законы. То есть, есть некоторые вещи, которые намного строже, чем просто наказание смертью. И есть ряд законов, которые относятся к левитам и священникам, которые были в скине собрания. Помните, что когда Аарон совершал свой обряд, одеты в священнической одежды, и были молодые красавцы сыновья, и было написано, вышел огонь от Господа, и висел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Левит 9 глава 24 стих. То есть, народ ощутил божественное присутствие, и божественная шахина была с ними. И сразу же после этого случилось несчастье. Надав и Авил, два принца, можно сказать, священнического рода, они вошли в скинью, и что с ними случилось? Оттуда их вынесли. Они вошли в святое святых. И после этого святое святых было запрещено. В святое святых не мог ходить каждый священник. А кто только мог? Первый священник. И только один раз в год. И ряд комментаторов, как мы уже напоминаем, говорят, что смерть Надава и Авил была вызвана не каким-то определенным поступком, а скорее их собственным отношением к тому высокому положению, которое они занимали в обществе. Представьте себе, в процессе, двигавшись к скинью собрания, возглавляли Моисея Аарон. Сразу за ними шли остальные сыны Израиля. И эти молодые люди, снедаемые тщеславием и исполненные честолюбивых замыслов, говорят друг другу по версии одного Медрэша. А по версии другого Медрэша просто такая мысль закралась им в сердце. Ну, ничего, пройдет совсем немного времени, эти два старика напомрут, и тогда мы все будем заправлять. Так говорит Медрэша. И они не хотели ждать, они были нетерпеливы. Они даже не считали, нужно свои нетерпения скрывать. И сказал тогда Господь, ой, не хвалитесь завтрашним днем. И случилось это с ними сегодня. Есть такое утверждение, что живший в Палестине рабе Леви говорил, что Надав и Авилу умерли из-за того, что причинили боль девицам, надеявшись выйти за них замуж. С их преувеличенным самомнением братья предпочитали оставаться холостяками, чем выбирать себе подруг из имеющихся под рукой вполне милых кандидаток. Ну, вроде такое. Ну, сами рассудите. Наш дядя с отцовской стороны фактически царь Моисей, а дядя со стороны матери нахшон предваритель целого колена. А отец наш первосвященник. И как мы тут вот за вас, простых женщин, увидим замуж. То есть разные мидроши говорят по-разному об этом. Но главное, что их сердце горел чуждый огонь. Поэтому, если мы только скажем, что они принесли чуждый огонь, который зажгли сами спичками, ну, это может быть и так, как говорится. Но тогда получается, что они умерли из-за того, что они неправильно выполнили ритуал. А если рассуждать так, они умерли, потому что они выполнили все правильно. Но что сделать? Неправильный огонь был их сердце, да? Еще раз помню, какое должен иметь сердце? Горящее, огненное, пламенное сердце. Не горячее, да? Огненное сердце. Итак, мнение первое. Огонь они зажгли сами, он не был взят с жертвенника. Мнение второе. Огонь назван чуждым, потому что он был принесен с чуждыми помыслами. И третье. Они были опьянены, да? Не духом святым, а опьянены собственной гордостью и самолюбованием. То есть, они вели себя как пьяные. Поэтому и сказано, не пейте, да? И какое же было служение? Служение в Йом-Кипур. И служение в Йом-Кипур сразу же было сказано заповеди после смерти двух сыновей. Да? Маше после смерти двух сыновей. Арону Господь сказал Маше. И здесь говорится о законах Йом-Кипура. И вот интересно, когда говорится о законах Йом-Кипура, то при этом были два агнца, да? Два ягненка. Они были совершенно одинаковые. Они были оба. Не было там, чтобы один белый ягненок, а другой черный. Но до момента того, как вытягивался жребий, пур, никто не знал, кому предназначался этот ягненок, да? Был какой-то мешочек, как вот у нас обычно в шапку кидает, что-нибудь, и была табличка. Одной табличке написано Ле-Азазель, на другой табличке написано Ле-Адонай. И священник возлагал левую руку на животное, а правую руку вытаскивал что? Табличку. И смотрел, кому эта табличка предназначалась. И чтобы не перепутать, к козлу, который шел Ле-Азазель, что делалось? Привязывалась красная ленточка, да? И Медреш говорит, что если говорить об Аврааме и Ишмаэле, вот эти, встал Авраам утром, взял хлеба, мех воды, и дал Агаре, и положил ей на плечи ребенка, и отослал ее. Это Берешит, 21 глава. А сразу за ней, 22 глава, повествует о чем? О жертвоприношении Ицхака, или Акидат Ицхак. Итак, кто был отослан Ле-Азазель в пустыню? Исмаэл. Оба были сыновьями Авраама. Оба были что? Обрезанными. И зревий кто дал? Сам Господь, можно сказать. Потому что сам Господь сказал Сару, слушайся и делай так. Правда? И тут же похожие слова. Видите, встал Авраам рано утром, взял хлеба, мех, воды, дал Агаре, положил ей на плечи, и ребенка, и отослал ее. Но ребенку уже тогда было прилично. По крайней мере, это больше 13 лет. Потому что 13 лет он что был? Обрезан. Это не был маленький ребенок. И другая глава тоже начинается, но немножко другими словами. Встал Авраам рано утром, опять рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двух отроков своих, и Ицхака сына своего, наколол дров для всесожжения, встал и пошел на место. Итак, Ицхак, возложенный на жертву на горе моря, и замещенный жертвой на животным, как бы возносится в лице жертвенного животного, на Йом-Кипур. Некоторые говорят, что это и происходило в это время, в Йом-Кипур. Поэтому и читаем мы на Йом-Кипур, вот эти две, на Рошашана, эти две головы. И дальше, получается, жертва Азазель, изгнание козла в пустыню, это изгнание собственных грехов, плода собственных грехов, и желание порвать со своими слабостями. И если гора моря, это жертва всесожжения, жертва чистой любви, жертва непорочная, после того, как грехи отделены. То есть сначала, какой козел изгонялся? Ле-Азазель, да? Затем приносился жертву козелу Господу. Самое интересное, что Иерусалимский храм по преданию возвиден в том месте, где Авраам взял Исхака и занес на ней нож. И именно здесь, вместо Исхака, из года в год в Йом-Кипур произносилась жертва. А второе, сын Авраама Исмаэль, изданный в пустыне величество кочевника Бедуина и провели там две тысячелетия, его потомки, да, вернулся с этой пустыни и овладел храмовой горой. То есть мы видим, что сейчас кто владеет храмовой горой? Исмаэль, да, сын, который должен был быть в пустыне. Я верю, что Исмаэль покается. Но вот интересно, так получается. А есть еще и другая гора, да, неподалеку от Мекки, неподалеку от Мекки, в которой Мухаммед получил заповедь молитвы. И там тоже участвует моление мусульмане. Итак, что делал? Что делал первосвященник? Первосвященник повязывал одну красную ленточку на рога козла отпущения. Это мы видим не в Торе, это мы видим в Талмуде, где очень подробно описывается. И почему в Талмуд это все подробно описывает, как вы думаете? Потому что евреи верят, что служение будет восстановлено. И поэтому мы верим, что это описание соответствовало тому, что происходило, когда храм стоял. Итак, значит, повязывал одну красную ленточку на рога козла отпущения. Другую, на шею козла приносимую искупительную жертву хатат, чтобы не путать их с другими козлами, приносившимися в жертву в тот день. Потому что два других козла, да, вот это был что? Козел Ле Адонай, да, который был предназначен на всесожжение, на всесожжение. И тот козел, который по традиции всегда приносился в жертву. Дальше. Часть ленточки, первой, которая была привязана на рога козла, который уходил в пустыню, разрезали надвое, и половина оставалась на рогах козла, а другую привязывали на видном месте ухода храм. А позднее, на вершине скалы, с которой сбрасывали козла отпущения. И когда Всевышний прощал грехи еврейского народа, а это не всегда наблюдалось, да, и принимал эту жертву, то обе части разрезанной ленты становились белыми, как снег. Весь народ видел это, и сердца людей наполнились радостью. И что самое интересное, свидетельство существует, что последние 40 лет существования храма, а храм существовал какого года? До 70-го года. Последние 40 лет, значит, с 30-го года, что происходило с ленточкой? Она не белела. Почему она не белела? Потому что уже была принесена жертва Иешуа Мессия. Бог не принимал дальше жертву. Ну, евреи говорят, что потому что народ Израиля сделался грешным, да, но здесь намного интереснее и важнее для нас. И это свидетельство, которое содержится в Талмуде, и оно для нас очень важно для мессианских евреев. И что еще можно сказать по этому поводу? Видите, сейчас заменяет этим копородом, кручение курицы и так далее. Но имеет ли это какое-то значение? Потому что курица не искупает орехи. Ну, по идее, приносили и птиц в храм. Да, бедный человек мог принести птицу, голубя, например, потому что голуби тогда водились, а куры водились, что у тебя курица есть, что нахрен. Нет, потому что первые куры появились в Израиле, да, во время Александра Македонского, который совершил поход в Индию и привез кур. Ну, куры очень понравились евреям, и с тех пор вместо перепелок и там всяких куропаток, да, которых они ели, до этого они стали есть кур. Хорошо. Видите, как интересно, что священник очень строго должен был все соблюдать. и он не мог прийти в богатой одежде в святое святых. Вот как рассказывал римлянин, свидетель того, что происходило до разрушения второго храма. Незадолго до разрушения второго храма в Иерусалиме жил человек по имени Маркус, присланный из Рима. И вот, что он описывает, что происходило в Йом-Кипур. За семь дней до самого почитаемого имя дня, то есть евреями, которое они называют Кипур, в доме первосвященника устанавливали кресло для главы Салхедрина и Наси, его помощника. И, кроме того, 70 серебряных кресел для членов Синедриона. Старейший из священника обращался к первосвященнику со следующими словами. Помни, перед кем ты сейчас предстанешь. Знай, что если ты забудешься хоть на одну секунду, то сразу умрешь, и грехи Израиля не будут искуплены. Весь народ смотрит на тебя. Задумайся, не числится ли за тобой хотя бы самый малый грех. Ведь есть грехи, перевешивающие много заповедей, и никто, кроме Всевышнего, не может взвесить наши грехи и заслуги. Обследуй своих братьев священников и очисти их. Ведь ты пристанешь перед лицом Всевышнего. Это начиналось еще за неделю. В течение недели священник должен был вспомнить все свои грехи, все свои прегрешения и приносить за них жертву. Священники рассказывают мне, что обычно первосвященник не мог добраться до дома раньше полуночи. После целого дня поста люди, не возвращаясь домой, не поцеловал руку первосвященника. То есть, вы смотрите, накануне ночью первосвященник повторял все, что будет. Молился. Было ночное обдение, был пост. Потом он весь день опять-таки находился в служении. Представляете, какая это была физическая сила нужна была для этого? чтобы не упасть в обморок. И еще поздно он не мог уйти, потому что народ целовал его руку. Вот, видимо, этот обычай целования руки православным отсюда произошло, потому что священник приходил из святого святых, и он получал свою святость, и каждый хотел поцеловать ему руку, чтобы приобщиться к этой святости. И после целого дня поста люди, не возвращаясь домой, не поцеловал руку первосвященника. Помните, Ям-Кипур, это день поста. А на следующий день первосвященник устраивал пышную трапезу для всех своих родственников и друзей в честь того, что он благополучно завершил службу в храме и вышел живым из святая святых. И после этого он вешал себе на груди орден Ленина. Да? Он заказывал у ювелира золотую табличку с надписью Я такой-то первосвященник служил в Творцу в святом храме в таком-то году от сотворения мира и тот, кто удостоил меня этой чести да устостоит он моих сыновей и чести служить ему после меня. Видите, как интересно. И святая святых не входит в золотой одежде, потому что золото скомпрометировано в том, что касается богослужения. Из-за истории с золотым тельцом. Поэтому первосвященник входил туда в простых белых одеждах. Выйдя из святая святых, он переодевался в золотые одежды и приносил в жертву второго козла да и двух баранов. А затем он снова одевал белую одежду и входил в святая свистых, чтобы вынести оттуда предметы, которые он принес утром. И одну и ту же белую одежду было запрещено использовать дважды. Поэтому первосвященник всякий раз входя и выходя из святилища надевал новый белый наряд. И хотя в нем не было ни одной золотой нити, стоил этот наряд три тысячи динаров. И мы без вот такой чистой белой одежды, хотя в нее нет ни одной золотой нити, не можем пристать перед лица Господа. Еще у нас пару минут есть, да? Значит, когда говорится об изгнании ля Азазель, не говорится о жертве Азазелю, да? Кто такой Азазель? Ну, тоже самый Сантонайс. Одно из имен, которое использовалось для ангела в какой книге? Еноха, книге Еноха. Мы находим это имя. Но здесь не говорится о жертве Азазели, да? Жертвы дьяволу мы не приносим. Это как бы то ненужное, то мертвое, что отдается в пустыне. А мертвое принадлежит дьяволу. И поэтому это очень похоже на то, что говорит Ишо. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Похоже на это, когда Азазель? И тогда говорит возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя находит его незанятым, выметенным и убранным. И тогда идет и берет других духов, злещих себя, и войдя живут они там. И бывает для этого человека последнее хуже первого. И так будет с этим злым родом. Если у нас нету жертвы Ишо Мессии, жертвы того, кто принес свою кровь святой святых, то Азазель обязательно вернется. Правда? Азазель обязательно вернется. И весь вопрос в том, кому мы посвящены. Хорошо. Теперь делаем перерыв. прерыв. Продолжение следует...